Ночное зарево. На Орловского горела квартира. Предварительной причиной такого пожара могла стать незатушенная сигарета. Сели живые. Зелёный лабиринт. Любители тихой охоты стали чаще теряться в лесах. Одна из самых распространённых ошибок наших граждан – это недооценить опасность лесу. Как не сбиться с пути. Не справился с управлением. В Кличевском районе парень угнал микроавтобус. Хотел дома пойти, но решил покататься. Что ему грозит? Это сирена. Громкие ЧП за неделю. Страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Сигнал СОС. В Бобруйске на Орловского горела квартира. В номер 112 позвонил сосед. Он-то и обнаружил клубы дыма. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали очаг возгорания. К счастью, в этот момент в помещении никого не было. В результате пожара повреждены постельные принадлежности, мебель, закопченный стены, потолок. Пострадавших нет. Предварительной причиной такого пожара могла стать незатушенная сигарета. Ещё одной горячей точкой стало садовое товарищество в Бобруйском районе. По прибытии сотрудники МЧС столкнулись с открытым горением и плотным задымлением. Со слов очевидцев, дома никого не было. Огонь потушили, но он успел наследить. Уничтожен второй этаж, кровля и имущество внутри. Пострадавших нет, причина ЧП устанавливается. Недетские игры. Ребёнок решил прокатиться на подножке микроавтобуса и серьёзно пострадал. За рулём находился Бобручанин. Инцидент произошёл в Жлобинском районе. Два 7-летних мальчика заметили, как неподалёку мужчина разгружает товар. Когда он сел в кабину, дети запрыгнули на автомобиль и проехали так 250 метров. Один из них неудачно спрыгнул и ударился головой. Придя домой, родителям ничего не рассказал. Только спустя время они узнали правду. Вызвали скорую, ребёнка доставили в реанимацию. Водитель ничего даже не подозревал до звонка сотрудников милиции. Нож, спички, компас и фонарик. Любители тихой охоты стали чаще теряться в лесах. В Могилёвской области с начала сезона спасатели вывели из чащи больше 40 человек. Среди них и дети. Даже самые опытные собиратели могут заблудиться в знакомых тропах о навыках выживания Карину Греевич. Оксана Серёгина только первый год собирает чернику в Бобруйских лесах. Признаётся, обычно приезжает в компании друзей. Так и веселее, и безопаснее. Но в этот раз выбралась одна. Местный массив ей незнаком, поэтому далеко от дороги женщина не уходит. С собой обязательно заряженный телефон. На всякий случай. Как вообще место выбираете, куда ехать, куда идти? Ну, подсказали знакомые. Рано выезжаю. В шесть часов до двух. Уже в два часа собираюсь уходить. Главное, чтобы попить было. Ну, если надолго, то перекусить что-нибудь. Упсюрброд какой. Увы, даже самые опытные собиратели могут стать жертвой густого леса. Сотни деревьев с плотными кронами скроют от глаз даже ближайшую тропу. В роли потерянного оказываются как дети, так и пенсионеры. В Могилёвской области с начала сезона заблудились уже больше 40 человек. Буквально в прошлые выходные бобруйские спасатели вывели из массива семейную пару. К сожалению, не все истории заканчиваются хэппи-эндом. Одна из самых распространённых ошибок наших граждан – это недооценить опасность в лесу. Зачастую граждане ходят не первый раз в лес по знакомым тропам, но очень просто потеряться, сбиться с пути, увлёкшись сбором ягод или грибов. Перед походом в лес нужно сообщить об этом родным. Нелишним будет установить приложение МЧС Беларуси «Помощь рядом». Через него можно найти как полезные советы, так и отследить обстановку по интерактивной карте запретов и ограничений. Кстати, дозвониться до службы 112 можно даже при отсутствии связи. Если телефона нет или он разрядился, воспользуйтесь лесными ориентирами. К примеру, линиями электропередач, просеками или тропинками. Если дорожка хорошо утоптана, но над ней кусты смыкаются на уровне пояса, то это звериная тропа. И к жильё она не приведёт. Вода, лекарства, нож, спички, газета, еда и фонарик – обязательные элементы в рюкзаке. При выборе гардероба акцент на яркую одежду. Если в лес с вами идёт ребёнок, не выпускайте из виду его ни на секунду. Поговорите с пожилыми родителями и убедитесь, что они знают правила безопасности. «С этого года создан поисковой отряд. И есть соответствующая техника, поисковой автомобиль и квадроцикл. Соответственно, сил больше у спасателей Бобруйска. И возможностей моментально отреагировать и найти потерявшихся в лесу». Сейчас, когда на градуснике стабильно плюс 30, стоит быть особенно осторожными. По возможности не разводить костёр. А если всё-таки пришлось, нужно подготовить место. Окопать территорию и правильно сложить ветки. Плюс заранее позаботиться о способе тушения. Поход в лес должен быть безопасным как для гостей, так и для самого массива. За чужой счёт Бобручанин хранил дома более 400 литров окрашенного дистоплива. Горючее обнаружили правоохранители во время осмотра одного из жилищ в деревне Брожа. Мужчина прятал его в гараже, сарае во дворе. Позже стало известно, что используется топливо в качестве заправки личной техники. Как итог, составлен административный протокол, жидкость изъята. Сейчас милиция устанавливает, где и как оно появилось у местного жителя. Не доехал. В Кличевском районе 18-летний парень угнал микроавтобус. Проходя мимо автомастерской, где раньше он работал, заметил автомобиль, который принадлежит хозяину автосервиса. Молодой человек завёл транспортное средство без ключей и угнал его. В итоге бросил машину и пошёл пешком. Спустя несколько часов после звонка владельца микроавтобус нашли. Вскоре правоохранители установили подозреваемого и задержали. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Это была «Сирена». Ну а больше новостей ищите на нашем канале в Ютьюбе и соцсетях. Я Максим Кинбель. Увидимся через неделю.